Вода камень режет. В специальный агрегат заливают десетилированную жидкость. Под высоким напряжением она превращается в плазму. Ионизированный газ – это четвертое состояние вещества. Такая установка позволяет быстро и с миллиметровой точностью разрезать любой металл, да так, что не останется ни одной зазубринки. Сто лет назад для того, чтобы разрезать металл и как-то его обработать, менялись обычные инструменты, напильники, какие-то пилы. В данном случае уже применяются высокие технологии концентрированных потоков энергии, которые позволяют добиться более лучшего качества реза, высокой производительности. В литейном цехе технического университета студентов учат не только резать, но и плавить железо. Небольшая печка превращает плотный сплав в жидкость, которую заливают в форму. Сейчас мы расплавим свинец, осуществляем загрузку шехты, так скажем. У меня есть небольшие такие образцы свинца. Загрузим их в печь, расплавим, потом зальем. Свинец имеет низкую температуру плавления, порядка 327 градусов Цельсия, поэтому буквально 10-15 минут у нас будет готов расплав. Сплав должен быть легким и прочным, с уникальными эксплуатационными свойствами. Не ржаветь, не ломаться, обладать пластичностью. Именно такие составы разрабатывают на кафедре литейных технологий в Самарском государственном техническом университете. Многие годы факультет сотрудничает с крупнейшими заводами по направлениям автомобилестроения и ракетно-космического кластера. Мы называем технологией генной инженерии в сплавах. Мы управляем структурой. Надо мелкую, мы можем обеспечить мелкую структуру. Надо крупную, крупную. За счет структуры. А знаете, мне неожиданно пришла мысль, чем бы я сравнил с клонированием. Мы управляем, мы генетикой занимаемся. Мы генами управляем в сплавах. Есть гены в жидком металле, и мы знаем, как ими управлять. Кроме высокотехнологичной работы, студенты занимаются художественным литьем. Из металлов можно сделать и бюст президента, и герб Самары. И, возможно, когда-то статуэтки тоже начнут делать из особо прочных сплавов, которые смогут отправиться в космос.